Каким интервью больше всего гордится Дмитрий Ильич, Османов, Саид, Краматорск? Не знаю, у меня... Я сегодня, вы знаете, я периодически каталогизирую интервью свои, ну, чтобы легче было находить все. Я сегодня пересчитал 1031 интервью. Ну, из этой 1031 интервью наверняка есть интервью 100 точно, которыми можно гордиться. Я бы так не стал выделять. Ну, это очень сложно. Такое количество людей, таких людей, и такое количество таких интервью. Даже интервью с Лукашенко, я считаю, оно очень интересное для историков будущего, которые захотят понять, что происходило на всей этой территории. Интервью с Лукашенко, Клондайк. Останется ли Лукашенко у власти мирным путем, Борис Одесса? Я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко у власти не останется. Это мое мнение. Я могу ошибиться. Но, судя по тому, что происходит, и понимая какие-то вещи, мне кажется, что он не останется у власти. Мало того, он может остаться у власти еще на несколько месяцев. Потом все равно он уйдет. И уйдет он потому, что россияне не хотят его. Он недоговороспособный. Он их много раз обманывал, подводил. Они хотят посадить на его место кого-то своего договороспособного, которым можно дергать за ниточки, и все будет хорошо. Ирина из Киева спрашивает, почему ничего не слышно о творчестве Валерия Меладзе? Неожиданный вопрос. А почему не слышно, не знаю. Слышно. Я с Валерой последний раз, крайний раз виделся два года назад, на дне рождения Вахтанга Константиновича Кикабидзе в Батуми. Мы провели незабываемую ночь, сидели под открытым небом. Вахтанг Константинович, Тамара Гверцтели, Наня Брегвадзе и Валера Меладзе. Какой замечательный состав. Потрясающе. Было так хорошо, я думаю, кого-то я, может, не назвал. Нет, все. Вот нас было человек 10, был накрытый стол, теплая батумская ночь. Мы так хорошо провели время, такие тосты, так было красиво все. Вот с Валерой тогда мы общались долго, много. Ну, замечательно. Какой год? Два года назад, август в Батуми.